Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! Меня часто спрашивают об отношении к Игнатию Тихоновичу Лапкину, известному миссионеру, проповеднику, основателю православной общины в селе Потеряевка Алтайского края. Братья и сестры, ну, во-первых, скажу, что искренняя любовь к Господу это первое, что я увидел, просматривая многочисленные ролики Игнатия Тихоновича. Трудно представить себе, как человек, который верил бы неискренно и как-то лицемерно на протяжении многих десятилетий бы искренно и с огнем говорил бы о Господе Иисусе Христе и созидал бы на протяжении многих лет православную общину. Второе, о чем хотелось бы сказать про Игнатия Тихоновича, это о том, что он приводит людей ко Христу. Он является тем человеком, который помогает зажечь этот огонь веры во многих из нас и во мне в том числе. Он не просто призывает людей ко Христу, он призывает людей к истинной православной вере. И тем самым исполняет заповедь Господа Иисуса Христа, который уже по своем воскресении, и об этом говорится в 28 главе Евангелия от Матфея, 19 стих, когда Господь сказал, идите и научите все народы. Максим Исповедник, толкуя этот стих Священного Писания, говорит, что миссия проповеди лежит не только на апостолах, но и всех крещенных людях, то есть нас с вами. И когда кто-то критикует за то или иное Игнатия Тихоновича Лапкина, я невольно задаюсь вопросом, а что лично я сделал больше, чем он для проповеди Евангелия? Неужели я привел ко Христу больше людей, чем Игнатий Тихонович Лапкин? И я думаю, ответ очевиден. Конечно же, нет. Третье, на что я обратил внимание, изучая видео Игнатия Тихоновича, это то, что он не боится диалога с представителями тех конфессий или динаминаций, которые не соответствуют православному вероучению. У Игнатия Тихоновича на сайте есть отдельный плейлист, где он выкладывает видео диалоги с баптистами, с пятидесятниками и с представителями иных учений. И вы знаете, эти диалоги, они полны искренности, полны любви ко Господу, они полны любви к собеседнику. И в этих диалогах я не увидел ни агрессии, ни желания во что бы то ни стало переманить человека, сделать вчерашнего баптиста сегодняшним православным. Этого нет. А что есть? А есть ссылки на священное писание, есть ссылки на историю и так далее. То есть полный конструктив, смешанный с любовью, с христианской любовью к ближнему. А ближний для Игнатия Тихоновича Лапкина в данном случае это его собеседник. Конечно же, это же касается его собеседников. Наши товарищи, которые исповедуют другие вероучения, они тоже с большой любовью относятся к Игнатию Тихоновичу и смотреть его диспуты с протестантами в частности, но и с мусульманами тоже. Это одно удовольствие, когда собеседники друг друга уважают. Другой тезис, который я хотел бы привести, говоря о деятельности, об интернет-деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, это то, что он передает свой жизненный опыт новым членам общины, ну и также тем, кто уже на протяжении многих лет является созидателем православной общины в Алтайском крае, в Потеряевке. Причем хочу заметить, что этот драгоценный опыт, которого у многих нас нет, многие мужчины действительно и молотка в руках не держали. Это слово и это словосочетание кажется такой вот расхожей фразой, но она подкреплена горькой правдой. Действительно, современные люди и ваш покорный слуга в том числе не имеют, к сожалению, опыта в сельской жизни, опыта ведения деревенского хозяйства и некоего фермерства. Игнатий Тихонович, и я хотел бы подчеркнуть это абсолютно бесплатно и бескорыстно, и в то же время с любовью, хоть и требовательно, но с любовью передает бесплатно свой опыт членам своей общины. Те, кто давно смотрит канал Игнатия Тихоновича, знают всех тех, кого он обучал, всех тех, которые по тем или иным причинам выбыли, из его общины. Но, тем не менее, все эти диалоги, которые по своему послушанию записывали другие члены православной общины в Потеряевке, они все выложены. И этот опыт, который Игнатий Тихонович передавал и передает другим людям, он автоматически передается как бы и нам. За что ему огромное спасибо и Божьей помощи. Теперь, братья и сестры, хотел бы сказать по поводу многочисленной критики, которую в избытке можно найти на просторах интернета. Игнатия Тихоновича Лапкина обвиняют и в наличии большой гордыни, в наличии большого тщеславия. И, мало того, этого человека обвиняют в ереси. Вы знаете, братья и сестры, расскажу личное мнение о таких нападках. И у меня всего лишь три тезиса. Первый тезис – это то, что во всех видео, которые я смотрел, это, наверное, несколько сотен видео с участием Игнатия Тихоновича, ни в одном я не видел, чтобы он как-то ложно трактовал и не принимал наш православный символ веры, некий его цареградский. То есть, основополагающие догматы православной церкви он чтит и соблюдает непоколебимо и проповедует именно так. Второе, что я хотел бы сказать, это вспомнить Евангелие и одну фразу Христа, обращенную фарисеям, которые поймали женщину, которую застали в прелюбодеянии. И мы все знаем строки этого повествования. И что Христос сказал вот этим людям, которые обвиняли эту несчастную? Он сказал им, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Что случилось дальше, братья и сестры, мы все помним. Они потихонечку, медленно разошлись, ибо сами были грешны. И вот эти оковы греха и память о своем грехе, и ни одном, конечно же, не дала возможности этим фарисеям бросить камень в эту грешную женщину. Христос тем временем к ней подошел и сказал, что он прощает ее. Великие слова, которые не могут не тронуть душу каждого из нас. И третье, братья и сестры, что хотелось бы мне сказать по поводу критики Игнатия Тихоновича Лапкина. Это самая известная, наверное, фраза, которую многие и неверующие используют в своей речи и в общении с другими людьми. Не судите и не будете судимы, ибо каким судом мы судим, таким судом и нас будет судить Господь на страшном суде. Поэтому, братья и сестры, я призываю с любовью относиться ко всем людям, которые проповедуют Евангелие, тем более к православным христианам, к которым, безусловно, относится и Игнатий Тихонович. Если же у него в его представлении, в его каких-то лекциях или проповедях есть какие-то некие отклонения, то это уже вопрос и богословских комиссий, и специальных людей, которые по своему послушанию этим занимаются. Но так вот бросать камни в пожилого человека, который пострадал в свое время, много лет отсидел в тюрьме за веру православную, было бы по меньшей мере некрасиво. Поэтому искренне желаю Игнатию Тихоновичу Лапкину крепкого здоровья, а всем нам, уважаемые православные христиане, желаю иметь такое же огненное сердце, огненное в любви ко Господу, и иметь такую же пламенную проповедь, какую он имеет, и иметь такую же любовь к священному писанию, братья и сестры, которое Игнатий Тихонович в некотором смысле знает наизусть. Всем мир, друзья мои, братья и сестры, Божьей помощи и заступничество Пресвятой Богородицы.